Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала Жизнь Деревня. Сегодня мы расскажем о цветке Бургмансия. Данный цветок у нас уже больше 8 лет живет и выживает, потому что мы проводили разные эксперименты, пробовали по-разному его выращивать и хранить. Сегодня мы расскажем, как зимует этот цветок. Если раньше мы пробовали оставлять его на улице, у нас морозы и 15, и 20 градусов бывают, бывает и меньше, с хорошим снежным покровом, но цветок не переносит, он не выживает. Мы его укутывали и агроволокном, и снегом укрывали, но весной цветок умирал до весны. Также пробовали его хранить в погребе, без освещения, без воды. Оставляли те растения, которым уже больше года, то есть вот такие. Мы оставляли в погребе до весны или перед весной доставали. Практически все растения погибали. Самый лучший способ хранения, это хранить в доме. В доме, где температура опускается до плюс 15, плюс 13 градусов, ну и не выше 22, 23. Растения практически все выживают и хорошо потом, весной хорошо высаживаются и растут. Для хранения мы используем два вида растений. Первый более трудоемкий, но есть свои плюсы. Это растения, которым уже год, два или три. Растения осенью, после того, как они созрели, когда уже покрылись корочкой, мы нарезаем их и оставляем. Вот это растение, которому больше двух лет уже. И это годовалое растение. Ну там обрезанное оно. Да, оно уже и то, и то растение обрезанное. Это тоже растение обрезанное. Вот так. И так оно хранится. То есть оно сбрасывает листву, мы его раз в месяц, раз в полтора месяца поливаем. И оно хранится до весны. Стоит в помещении. В освещенных помещениях, в котором есть окна. Это растение при высадке весной. Его плюсы, то что оно быстрее зацветает, быстрее принимается и более выносливое. Если весной бывают заморозки, то если растения, которые будут посажены с черенков, которые я вам позже расскажу, то они могут погибнуть и не выжить, то эти растения более живучие. И, соответственно, куст, который вы получите к осени, к середине лета, то этот куст будет намного больше, чем с черенка посажены. И, соответственно, процесс цветения будет дольше. Второй вид. Это мы нарезаем черенки. Растение, которое покрывается корочкой, его уже можно будет нарезать на черенки. Черенки. Также у нас два варианта было хранения. То есть мы вначале пробовали просто до декабря, до января, они у нас просто хранились без воды, без ничего. И потом мы ставили в воду и высаживали. Но большая часть растений так погибала. Если же вы срезали и сразу поставили в воду, то растения, практически все растения у вас выживут. Растения, сейчас я покажу. Это растение, которое стоит полтора месяца в воде. Практически оно уже готово к высадке в землю. То есть будет еще снято чуть позже видео о том, как мы высаживаем землю, что для этого нужно. И вот эти растения, вот эти вот черенки, высадив в обычные горшки, то есть через месяц, через две недели мы высадим. Потом мы уже высаживаем землю, они также принимаются, также растут. В мае в землю. Да, в конце апреля, в мае мы высаживаем их в землю. И они тоже вас порадуют, практически все порадуют. Если нас в прошлом году был самый черенок остался, который был маленький, плохой, то есть не видно было. А с него выросла желтая бургмансия, больше двух метров, красивая и нас порадовала. То есть размера черенка как бы от этого не зависит, то есть все они растут. В первый год все зацветают. Да, практически в первый год, если все растения практически зацветают. Еще одна как бы подсказка, чтобы не путаться, потому что несколько раз мы путались. Первое время, когда высаживали, потом когда уже цветок вырос, мы уже видели какой цвет, мы помещаем ниточкой. Может кому-то это поможет. Желтая, белая, так же само по цветам сами черенки. То есть может потом ниточками будем повязывать, пока они отличаются цветом бутылки. Также, вот, цветок очень красивый, цветок вас будет радовать. Зимует он очень легко, если вы будете соблюдать все наши рекомендации, пишите, обращайтесь. Будут еще снято дополнительные видео по этому цветку. Причем весь процесс, начиная с посадки, цветения и потом уже осенью сбор урожая. Подписывайтесь на наш канал, ждем ваши комментарии и рекомендации. И до встречи на канале.